Это общественная организация, которая появилась очень недавно. Я заметил в Инстаграме, что у меня стали появляться некоторые публикации данной организации. Когда была создана эта организация неизвестна, потому что я обыскался во всех реестрах юридических лиц, я пытался найти какую-то информацию, но никакой информации не было. Судя по Инстаграму, первый пост появился 21 октября 2022 года, то есть в прошлом году. И этот пост, безусловно, сразу с танком, с СССР, с войной, со всякими вот этой тематикой. Я думаю, вау, то есть они сразу заявили о себе так ярко. Давайте посмотрим, чем они занимаются. Судя по Инстаграму, по социальным сетям, по ТикТоку, потому что они есть во всех социальных сетях, они проводят турниры спортивные, автопробеги различные. Например, недавно был автопробег по поводу воинов Афганистана. Они покупают медикаменты ветерана Великой Честной войны, как они это называют. Дальше. Они делают подарки, покупают награды, награды награждают. В общем, делают мерч даже свой, оплачивают счета. Это все они открыто публикуют, это все они об этом открыто говорят. Например, вот мы видим даже на одной истории, там какая-то техника наушники, колонки и, в общем-то, они очень много взаимодействуют с детьми. Пойдем дальше. Да. Да. У них достаточно большая аудитория, почему я показываю социальные сетей, не для того, чтобы их распиарить, а для того, чтобы показать. Например, в ТипТоке у них почти 12 тысяч. В Инстаграме у них есть две страны. У Максима Морошан, а кто-то показывает социальные сетей, не для того чтобы их распиарить, а для того чтобы показать. У них, даже если посмотреть визуально, очень много связано с войной. Вторая мировая, вторая мировая, вторая мировая. Более того, они даже покупают рекламу. В формате Lumi. Да, у группы Lumi, у Ирины Ковальска, у нее это есть на странице, то есть вы можете сдать и посмотреть до сих пор, что там есть пост, он написан прям супер рекламно, прям ой, я так рада, она там говорит очень мило об этом всем и поддерживает. Эту организацию. Хочу отметить, что у Ирины Ковальской почти 100 тысяч подписчиков. Пойдем дальше. Откуда деньги? Непонятно, потому что об этом не говорится и потому что я пытался найти официальную информацию в каких-то реестрах, но не было. Еще что интересно, что Максим Морошан, которого вы видите на фотографиях, это организатор, то есть это председатель этой организации. Он очень любит вообще показывать богатство и отмечать, что есть деньги. То есть, например, вот этот пост был недавно сделанный, они должны были провести в декабре вручение наград для спортсменов, но Дом культуры их местный резко запретил им проводить. И он похвастался в социальных сетях, что мы сейчас снимем один из лучших ресторанов в Бельцах и все равно проведем это мероприятие. Это мероприятие. В общем, да. В октябре, яну трекут, апаре организации, как-то фронтмену, когда апаре проблемы и яу бани. Слава, я уже с пленой инвидии. Я уже в 10-е годы, как в мире, не успею, а не успею на ажиум результаты финансирования как Максим Морошан в несколько лет. Да, может он вывозит танк, может он не знал. Давайте посмотрим кто такой вообще Максим Морошан. Во-первых, он председатель этой организации. Во-вторых, он руководитель Союза Руско-Молдавских предпринимателей. Я думаю, что в нашей стране сейчас каждый второй может создать союз каких-то предпринимателей. Русско-молдавских, молдавско-русских. И, в общем-то, это не важно. Вот, например, справа мы видим сториз, что он любит проводить время в Москве. И, на самом деле, я посмотрел сегодня кучу интервью с ним, и он сказал, что у него двойное гражданство. То есть он гражданин России и гражданин Молдовы. Бизнес у него открыт был в Москве. Почему был? Потому что я нашел выписку. У него был бизнес, который был открыт в 2014 году. Я не буду заниматься конспирологией, хотя это очень странно, что именно в 2014 году. Вот. И закрылся этот бизнес 4 октября 2021 году. Он занимался торговлей автомобильными, запчастями, узлами, принадлежностями. То есть все, что связано с автомобилями. Но этот бизнес закрыт. И я думаю, он живет сейчас на свои сбережения или, возможно, у него есть какой-то другой бизнес. То есть я не отрицаю, что у него, возможно, есть еще какой-то бизнес в России. И просто я не смог найти подобной информации. Да. Да. Я не понимаю. То есть это, что, пану, луйку добро должно быть с кулаками. Я не дути на поиск славу, который начал добро с кулаками, да? Кстати, еще вот я... Да. И еще у Рената Усатова тоже было Ябельчанин. Такая компания. То есть это как будто бы прям по пятам. И компания, и слоганы, и позиционирование, что мы, конечно, добрые, но можем ее ударить. И у меня как бы просто картинка как будто человек, который просто следит за Максимом и за организацией. Сталось впечатление, что, ну, как бы, добро должно быть с кулаками. Мы поддерживаем спортсменов. И мне становится страшно, потому что я, конечно, физически не сильный. Я думаю, блин, а если вдруг я что-то не так сделаю или напишу какой-то не тот комментарий, завтра ко мне придут спортсмены, которым помогает Максим Марошан. И неизвестно, что будет. Есть технический массаж. Массаж и добро, добро. Да у него все кулаки. Слава, континуумная история. Да. Вот он, Максим, также любит постить свои дорогие машины. Вот, например, Мерседес синего цвета. Это, я так понимаю, его. Он об этом сказал в своих сторис. Также он ездит рулем, снимает какие-то другие богатые машины, каких-то друзей в Москве встречает. Фотографируется с мерчем в Москве Ябельчанин. И везде ставит хэштеги Ябельчанин. Окей. Высказывание. Высказывание. Он, на самом деле, был очень активен и до организации Ябельчанин. Он высказывался в поддержку России. Вы можете зайти, вот здесь есть слайды с интервью. Любой человек это в открытом доступе. Вы можете послушать его речи. Он защищал очень сильно 9 мая Георгиевскую ленту. 6 мая он был на передаче одной из передач, где он сказал, что он специально прилетел из Москвы, чтобы поддержать тех людей, которые хотят носить Георгиевскую ленту, но не могут по каким-то причинам из-за боязни штрафов и так далее. Более того, он говорит, что давайте мы вместо Георгиевской ленты будем носить ЛГБТ ленточку, потому что мы уже пострадимся в Европу. Ну и, в общем, все в этом роде. Очень похожие нарративы с партии социалистов. Например, на одной передаче он был с коммунистом против другого гостя. То есть, я так понимаю, они все там взаимосвязаны. Вот. И он, в принципе, за то, чтобы Молдова дружила с Россией. Очень похожа на Додона. Додон тоже очень хочет, чтобы Молдова дружила с Россией. Но если у него получается с предпринимателями, нужно и нам получиться. Значит, при малой апариции симнификативной раз вина Молдова с Иисусциной печейка реворс спуарти по Англика динам май. Майалес оттунчик, когда это было сквозно на фара леги. То есть, человек, evident, видит, что это очень женское, потому что он считает, что добро должно быть с кулаками. Да? Ты знаешь, что это делает человеку, чтобы купить билеты, чтобы сборить из Москвы, потому что это такое, потому что это очень мотивация. Да, учитывая, что в то время, в мае, было вообще сложно прилететь из России, потому что с рейсами были сложности, но он все равно нашел пути. И он сказал, потому что это его земля молдавская, и, в общем-то, он патриот. Почему я говорю, Владис? Очень важный нюанс. В Бельцах, помните, мы с вами говорили по поводу мероприятия «Победа одна на всех», про которое мы говорили, и потом этим занялись службы Сибири и Дарья. Вот Максим Арашан об этом высказался, и он сказал, что он очень этому не рад, и он считает, что так не должно быть, и вообще, ну, как бы, он поддерживает такие мероприятия. Мы пытались с ним связаться несколько недель, мы писали, мы пытались взять у него интервью, он нам говорил, что да, окей, давайте скиньте вопросы, да, окей, давайте попозже, давайте завтра, давайте послезавтра. В итоге он просто перестал отвечать, и мы потеряли связь. Поэтому мы хотели узнать, откуда деньги, мы хотели узнать, кто финансирует, вообще хотели узнать об этой организации, почему она была создана, ради чего, какие цели преследуют и так далее, но у нас, к сожалению, этого не вышло. Как досадная слава, что Максим не хочет с нами общаться, может быть, мы тут зря набрали скриншотов, может быть, мы вообще узнаем, что все вот эти финансы для подарков для людей в детстве, для акции спортивные, для акции для карида, может быть, все это, для донации, для людей, sincerи, которые верят в каузу Максиму Рушан. Да, вообще никаких проблем, единственное, что непонятно почему организация не зарегистрирована и почему даже эти донации как-то не публикуются, не показывают... Не существует transparent. Да, я предлагаю нашим зрителям предположить, что это может быть, я оставляю выводы сделать вам всем, каждый поймет то, что поймет и сделает свои выводы. Слава! Молтимим тари-молт пентру aceаста дескоперире. Фарты криптик, фарты криптик. Мы в тени астозим каузе не увидим на эмисиуне, ося май урмезе унвокс фарты интересант, дак тот ам фост в саптамына Сфанты Луи Валентин. И есть на ручке, астоза те избираетесь от нас иметье на ручке, и мы будем несколько дней. Надеемся, слава! Нарук слава, намай бинем! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода